Самая массовая в стране зимняя гонка снова собрала любителей активного отдыха. В Иванове лыжня России проходит уже десятый год подряд. На этот раз снова побит рекорд по численности участников. 2336 участников. И, как говорится, все с хорошим настроением, всех праздничное такое настроение. Все с удовольствием выступают. Традиционно старт соревнованиям дают участники ВИП-забега. Чиновники, депутаты, именитые ивановские спортсмены. Трасса для них попроще. Нужно преодолеть всего полтора километра. Но и это расстояние не дается легко. Владимир Шарыпов, в отличие от городского политического Олимпа, на лыжне первым не стал. Тактику неправильную сначала выбрал. Быстро поехал, потом подустал. И потом уже пришел из силы рассчитывать. На лыжи всей семьей. В этом заезде скорость не так важна, как сплоченность команд. Если хоть один член семьи к финишу не придет, результат не засчитают. В семье Зубаревых слабым звеном раньше была мама. Теперь все они чемпионы. Сложно было мне, потому что папа у нас лыжным спортом занимается. Сын тоже увлекается лыжным спортом. Мы катаемся регулярно. Он уже четвертый сезон на лыжах. Когда мы катаемся в лесу, все с гордостью говорят, что будущий чемпион растет. Ему очень нравится. Я думаю, что мне было легче, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году мы были восьмые. В этом году мы лучшие. Мы тренировались, старались. Да, я старалась за всеми успеть. Если говорить о рекордсменах лыжного дня, нельзя не рассказать об Ангелине Ивановой. Ей 84, во что сложно поверить. Все потому, что не расстается со спортом с юных лет. Я сегодня вышла первый раз. Две недели пропустила у меня грипп. Я сейчас всегда шла. А если бы не это, я бы с мужчинами была первой. А так я третьей сегодня пришла. Конечно, победа не главное. Главное – хорошее настроение, здоровый образ жизни и чувство локтя. Без него никуда, когда на лыжне вся Россия. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.